Низкие вибрации быстро расшатали добротный благополучный дом. Ну что ж, бывает. Как сказала Виктория Токарева, маленький древесный жук способен уничтожить большой концертный рояль. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. Сегодня нам предстоит разобрать громкое и сложное дело. Перед нами история о колбасе и молитве, история семьи Моруговых. Он бизнесмен с огромным состоянием, а она утончённая поэтесса. Он материя, а она — дух. Могли ли быть счастливы люди с такими разными жизненными платформами? Почему фортуна отвернулась от Татьяны и Владимира Моруговых? Татьяна Владимировна Титкина родилась в 1970 году в семье военнослужащего. Как и все семьи офицеров, они часто переезжали из города в город и даже несколько лет жили на Камчатке. Таня была послушной девочкой, спокойной, и очень рано она увлеклась стихосложением. После школы она поступила в экономическую академию имени Плеханова, которую закончила в 1992 году, получив специальность экономист. Татьяна была ещё студенткой, когда встретила Владимира Моругова. Владимир Моругов, наоборот, всё детство провёл в Москве. Он родился в 1966 году, его воспитывали мать и отчим. Отчим Александр Беленький, довольно известный человек, он долгие годы занимал руководящую должность в Москонцерте. Я, надо сказать, долго, но безуспешно искала информацию, где получал своё образование Владимир. И когда я уже вообще отчаялась найти хоть какие-нибудь сведения о его образовании, мне попалась на глаза передача на канале «Про бизнес». Да, так называется телеканал «Про бизнес». И там я от самого Моругова узнала, что он по специальности нефтяник. Он окончил Институт нефти и газа. И даже успел поработать в области, связанной с экспортом нефти и нефтепродуктов. Татьяна и Владимир поженились в 1993 году. Жили небогато, но зато в любви и согласии. А через год у них родился сын Александр. Да, это были 90-е годы, эпоха под названием «Лови момент». Очень хорошее время для тех людей, которые имели деловую хватку. А уж если деловая хватка, да ещё плюс связи, ну это просто прямой путь к успеху. И как раз связи у Владимира были. Владимир решил перестроиться. Он перешёл из нефтяной отрасли в пищевую. Стал заниматься мясом, мудро рассудив, что такой бизнес меньше подвержен кризисам, а стало быть более надёжным. И не прогадал. История умалчивает, каким способом заработал свой капитал Владимир Маругов. Но деньги появились, и деньги немалые. Занимался производством и избытом колбасных изделий. В общем-то из-за этого он и получил прозвище «Колбасный король». Предприятие «Колбасного короля» выдавало 25 тонн колбасных изделий в день, дорогих и качественных, из отборного сырья. Такая продукция могла продаваться только в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Маругов об этом говорил, что провинция не в состоянии покупать их товар. В том же интервью телеканалу про бизнес Владимир говорит так, в продукт нужно вкладывать душу и деньги. Хочу, чтобы мой сын продолжил моё дело, а потом и мой внук. Я вообще хочу, чтобы было вот так, как на частных заводах в Германии и в Австрии. Вот стены, а на стенах фотографии дедушки, прадедушки, хозяина. Кроме мясного производства, приносившего основной доход, у него ещё были другие предприятия, которыми он руководил. «Стройпроект», «Наска» по производству насосов и «Теплосеть». Не сразу, но довольно быстро благосостояние Маруговых стало расти. Появился загородный дом, элитная квартира в Москве. Чем в это время занималась Татьяна? Я пыталась спросить об этом в Гугл. Я вписывала, кем работала Татьяна Маругова, но каждый раз Гугл мне упорно вычёркивал слово «работала». Татьяна не работала. Но если Владимир Росфинансово укреплял своё деловое влияние, развивая бизнес, то Татьяна развивала себя духовно. Она очень религиозно ходит в церковь, причащается, исповедуется, молится, приобщает к этому сына. Да, Татьяна так и говорит, что посвятила свою жизнь воспитанию сына. Ей это, безусловно, удалось. Александр вырос красивым, достойным человеком, очень похожим на неё. Собственно, вся жизнь Татьяны сводится к Богу, сыну и стихам. Да, Татьяна пишет стихи в основном на религиозную тематику. В конце концов, может, и не нужно, чтобы все ходили на работу. Кто-то должен и стихи писать. Тимуля, муж у Татьяны не просто состоятельный человек. Это миллионер, даже миллиардер. При таком муже можно заниматься тем, что душа велит. А душа Татьяны не тянется ни к шоппингу, ни к Мальдивам. Душа Татьяны тянется к Богу. И Татьяна убеждает Владимира направить деньги в благое русло. Она советует ему построить храм. И Владимир соглашается. Они строят храм. Владимир принимает активное участие в стройке. Он сам выбирает стройматериалы, черепицу. Татьяна вступает в союз писателей России. Это происходит в 2012 году. Ну, то есть спустя 19 лет после заключения брака с Владимиром. И приблизительно в это же время Татьяна узнаёт, что её муж ей изменяет. Причём давно и серьёзно. У него, по сути, на стороне есть другая семья с женщиной, которая на 18 лет его моложе. Женщину зовут Сабина Газиева. И так как он покупал материалы для строительства храма, также он покупал квартиру для своей Сабины. Буквально в том же доме, в котором находится его офис. В принципе, таких историй миллион. Типичная схема. Разбогатевший муж заводит себе любовницу, покупает ей квартиру. И любовница, надо сказать, типичная как раз в эту схему вписывается. А вот кто не вписывается, так это Татьяна. Вот как можно уйти от такой женщины, как Татьяна, к такой женщине, как Сабина? Променял бриллиант на стекляшку. Бросил красавицу и взял дешёвку. Так комментирует новую избранницу Морогова в интернете. И это ещё не самые обидные отзывы. Ну действительно, что можно сказать о Татьяне? Утончённая, воцерковлённая, образованная, интеллигентная. Знает церковно-славянский язык. Живёт по христианским канонам. Кроткая. Вот даже когда она сидит, она не кладёт ногу на ногу, а ставит ножки ровно и спинку держит. Из украшений только ниточка жемчуга. Потому что она сама украшение. Вот её лицо, её глаза, больше ничего не надо. Да, она женщина с классом, она женщина редкой красоты. А что можно сказать о Сабине? Она молодая и у неё большие губы. Да, раньше идеалом красоты считались большие глаза и маленький рот, а потом времена изменились, и идеалом красоты считаются маленькие глаза и большой рот. Я вот думала, почему Владимир вроде бы не глупый мужчина, почему он предал такую уникальную женщину, как Татьяна, и стал тихо сожительствовать с Сабиной? Ну и ответа здесь два. Первый ответ такой, что, может быть, когда дело касается выбора между женщиной постарше и женщиной помоложе, то неглупые мужчины ведут себя так, как и глупые. Ничем от них не отличаются. А второй ответ такой, что, может быть, потому что Татьяна была слишком правильная, слишком праведная. Она была как икона. А с иконой трудно жить. 20 лет совместной жизни Маруговых были прожиты в формате совет да любовь. Не было ни ссор, ни конфликтов. И развод поначалу тоже прошел очень так спокойно и мирно. Владимир очень щедро отписал Татьяне завод, мясную квартиру элитную в Москве и загородный дом. Кроме того, Татьяна получила очень щедрые отступные. «У нас был только один ребенок», — говорит Татьяна, — «потому что так хотел Владимир». По его словам, братья и сестры часто дерутся из-за наследства, «а он этого допустить не мог». «Владимир хотел только одного сына. Он не давал мне родить еще детей». На Сабине колбасный король так и не женился. Но у них родился ребенок. И после этого Маругов резко изменил свою позицию в отношении бывшей жены. Он потребовал вернуть все, что оставил. Но тут уже решить вопрос миром не получилось. Татьяна не пожелала уступать, а сын Александр принял сторону матери. Как оказалось, свой бизнес Маругов вел не совсем честно. Среди его компаньонов оказалось много людей, обиженных и обманутых. Вот что заявил бывший директор колбасного завода Евгений Рыбин. «Маругов всех кинул и начал конфликтовать со всеми, включая меня. Предприятие, которое принадлежало мне, Владимир отмыл. Он грабил своих ребят, не щадил друзей. Деньги его изменили и развратили. Сейчас на Владимира можно воздействовать единственным образом — начать расследование по всем делам». В 2018 году Маругов решил запустить процесс банкротства своей империи. В результате чего, да, был признан банкротом, при этом имея огромное состояние. Все имущество, оставленное им супруге, в том числе и колбасный завод, якобы необходимы ему для того, чтобы расплатиться с долгом. Долг почти в 5 миллионов долларов. Звучит действительно убедительно, но всплыли некоторые детали. Первое. При получении долга Татьяна Маругова якобы была поручителем, то есть взяла на себя ответственность за погашение долга. На поручительстве, кстати, фигурируют поддельные подписи Татьяны. А вторая деталь такая, что деньги в долг якобы дал Владимиру Александр Беленький, который по совместительству является его отчимом. Да, тот самый отчим, который руководитель Москонцерта. Ну и откуда у такого служащего такие огромные суммы? Так вот, оказывается, такие суммы ему одолжил никто иной, как Иосиф Кобзон. Татьяна ответила злыми стихотворениями. Вот сейчас я прочту отрывок одного из них, который, кстати, был опубликован в литературной газете. Ты добивался, был угодлив, цветы дарил и янтари, но, к сожалению, стал уродлив. Твой мир без Бога и любви. Ну что такое стих? Стих — это комарийный укус, не более. Своё право на справедливость Татьяна решила отвоёвывать на телевидении. Сначала в передаче «Человек и закон». Там Татьяна сокрушалась о том, что она не знала. Она не знала, насколько непорядочный человек её муж, что он так нехорошо поступал с компаньонами, с партнёрами. Она просто не знала. Ну а после программы «Человек и закон» Татьяна и её сын Александр появились у Малахова на прямом эфире. Благодаря этому выпуску страна и узнала о конфликте в семье Моруговых. Татьяна и Александр рассказывали, как Владимир Моругов угрожает им расправой и даже обещает поджечь дом. Надо сказать, что сразу после развода с мужем ещё в 2014 году Татьяна окончила высшие литературные курсы при Институте имени Горького. И вот с тех пор стала активно выступать со стихами на различных творческих вечерах, давать интервью на религиозных каналах. И в одном из таких интервью Татьяна сказала, что задача женщины — отдавать. Отдавать. И ещё она говорила о том, что большие деньги — это от лукавого, что главная душа, вера, близость к Богу. Но в передаче у Малахова в 2018 году Татьяна заявила, что ничего отдавать не намерена. Как говорится, ничто мирское ей всё-таки не чуждо. Она сидела рядом с сыном, элегантная, как Жаклин Кеннеди, и заявляла, что «я не православная овца и буду добиваться юридическими методами, чтобы наша с сыном собственность осталась при нас». «Мне стали поступать угрозы», — говорит Татьяна. «Ты что, думаешь, что ты бессмертная?» «Подлоги, обман, запугивание — вот методы моего мужа». «А вот что говорит Александр. После развода отца словно подменили. Отец говорил, что он не остановится. Он мне угрожал сжечь дом, даже если там буду я. Он мне говорил, что у него деньги не закончатся никогда, а у мамы закончатся. И я ему ответил, «Мы не сдадимся. Это нечестно по отношению к женщине, с которой ты прожил столько времени. Я не закончу эту борьбу и не дам в обиду свою мать». Передача снималась в сентябре 2018 года, а в начале июля 2019 происходит страшное событие. Александр Маругов, сын Владимира и Татьяны, попадает в ДТП. Он едет на мотоцикле, его сбивает такси. Всё это происходит в Москве на Афронзенской набережной. За рулём такси 23-летний водитель, гражданин Киргизии. Александру на тот момент 25 лет. Спустя несколько часов после аварии он погибает от полученных ран. Красивый, умный, интеллигентный парень, байкер, ипподиакон, выпускник МГИМО. Да, он не пошёл учиться колбасному делу, как хотел его отец. Александр занимался криптовалютами и мечтал о собственном телевизионном шоу. После похорон Александра Андрей Малахов устраивает очередной прямой эфир с участием Татьяны. На передачу приходит представитель посольства Киргизии, который приносит Татьяне искренние соболезнования и просит прощения. Татьяна принимает соболезнования и прощения. Она обезоруживающе великодушна. Я пересмотрела очень много передач с участием Татьяны Моруговой. Она в основном выступает на религиозном телеканале «Спас». И она часто рассуждает о механизме прощения. «Не прощая человека, — говорит Татьяна, — вы не прощаете образ и подобие Божье. Непрощение, гнев, злость — это низкие вибрации. А нужно жить на высоких. Надо совершать хорошие поступки, каяться, исповедоваться, молиться, работать над собой». Сама Татьяна часто просит прощения, извиняется. В передаче с Николаем Бурляевым, которая снималась ещё до трагедии, я заметила, что Татьяна то и дело говорит «Простите, Николай Петрович, извините, Николай Петрович, я прошу прощения». Хотя разговор, в общем-то, идёт на нейтральную тему о сохранении русского языка. Татьяна рассуждает о словесности. Она в великолепной риторикой. Её рассуждение шикарное. Я вот даже несколько раз останавливала запись, чтобы прослушать ещё раз, потому что её слова действительно звучат интересно и красиво. Она говорит, что «язык — это ангел-хранитель нации». Ну вот только почему почти каждая фраза начинается со слов «извините, простите». В наше время вообще мало кто извиняется. Наверное, потому что главным несчастьем последних десятилетий является гордость. Гордость, гордыня, вот это вот пресловутое, скомино набившее отстаивание личных границ. Даже психологи говорят, что если вы опоздали, не надо говорить «извините, что я опоздал», надо говорить «спасибо, что подождали». А Татьяна, наоборот, извиняется сама и извиняет всех вокруг. Да, в передачах на телевидении она настойчиво продвигает эту идею, но она ещё иногда проводит прямые эфиры из своего дома со своими подписчиками. И это уже менее формальные беседы. Я смотрела такой эфир, и Татьяна говорила светским языком о геноме, о ДНК, о квантовом переходе с Земли в шестую расу, ну в общем, что-то такое. «Смерть — это гормон. На Земле мы проходим лабораторию духа», — говорит Татьяна. «Жизнь как шахматная партия, любовница пешка, когда доходит до конца, становится дамкой». И при этих словах я заметила, её голос наливается металлом, он становится такой твёрдый, он становится чуть громче, и она не так произносит эту фразу, как разговаривает в обычной жизни. И даже проскальзывает слово, извиняюсь, «дерьмо». Да, это ублюстительница чистоты русского языка. Видно, видно, что боль сидит. И это, конечно, можно понять, потому что с появлением Сабины в доме Маруговых стало всё рассыпаться. Низкие вибрации быстро расшатали добротный благополучный дом. Ну что ж, бывает. Как сказала Виктория Токарева, маленький древесный жук, способен уничтожить большой концертный рояль. Смерть Александра не была последней трагедией. 2 ноября 2020 года главной новостью всех интернет-изданий, всех новостных телепередач стало сообщение о гибели колбасного короля Владимира Маругова. Его убили стрелой из арбалета в загородном доме его родителей, точнее, в бане, где он отдыхал со своей гражданской женой Сабиной. Сабина и стала главным свидетелем происшествия. Вот что она рассказала следствию. «Мы с Владимиром один раз сходили в парную, после этого я вышла, окнулась в ледяную воду и пошла обратно в баню, села в кресло-качалку, и в этот момент распахнулась дверь, и в комнату с криками ворвались люди. Оба были в балаклавах на головах. Один из них сильно схватил меня и попытался бросить на пол. Владимир вскочил, чтобы мне помочь, но второй мужчина ударил его, напавший на меня, угрожая ножом, потащил меня в душевую. Там он ударил меня несколько раз и попытался связать. Помню, что я лежала окровавленная на полу и плохо понимала, что происходит, а он всё продолжал меня бить. В общем, по словам Сабины, ей связали руки и ноги, на голову намотали банное полотенце. Не убили её только потому, что она об этом очень попросила. Преступники ушли, а Сабина развязала ноги, подобрала с пола смартфон, руки по-прежнему у неё были завязаны, и с намотанным полотенцем на голове выскочила, заметив, что... Я не знаю, как она могла с полотенцем на голове заметить, но она увидела, что её муж лежит в луже крови. Но Сабина испугалась, что преступники вернутся, и пустилась бежать. Правда, не в сторону дома, где были её дети. Да, у Владимира и у Сабины к тому времени уже было двое детей. А наоборот, она побежала в сторону посёлка. Голая, мокрая, с перерезанными пальцами, со связанными сзади руками, она перескочила через двухметровый забор. Полчаса бегала по посёлку, позвонила, позвонила, да, со связанными руками, позвонила в полицию, позвонила домой няне и выбила калитку соседскую. Вот что такое жажда жизни. Love of life, о которой писал Джек Лондон. Инстинкт самосохранения. Молодая, мускулистая, упругая, быстрая женщина. Джеки Чан. Как говорится, выживает сильнейший. Сабина выжила, а о том, что не выжил её гражданский муж, Владимир, она узнала потом. Преступников оперативно удалось задержать. Один из нападавших, Александр Мавриди, уроженец Казахстана, по странному стечению обстоятельств оказался близким знакомым Татьяны Маруговой. Она познакомилась с ним в ЗАГСе, когда забирала свидетельство о смерти сына. Детали этого знакомства не раскрыты. Но Мавриди стал часто бывать в доме у Татьяны, оказывать ей помощь по хозяйству. Кстати, подруги Татьяны считают факт появления в её жизни Мавриди вполне естественным. Женщина одинокая не может уследить за своим домом, вы же сами понимаете, говорит подруга-психолог. Простых подруг у Татьяны нет. Вот Инесса, психолог. Маргарита, владелица благотворительного фонда, бывшая жена миллионера, на сей раз короля биодобавок. Ну да, действительно, почему не принять помощь мужчины, если он предлагает? Татьяна очень высоконравственная женщина, но даже и у высоконравственных людей случаются проблемы с канализацией. Канализация засоряется, а одними молитвами делу не поможешь. Вот и появляется такой Мавриди. На каких он условиях оказывал ей помощь, Татьяна отвечает очень уклончиво. Она, как и в случае с бывшим мужем Владимиром, тоже говорит, что она не знала, что Мавриди — плохой человек. Ну ведь он же отзывчив, услужлив и добр. Вы знаете, у писателей, которые пишут крупные формы, есть такой термин — боковик. Боковик — это боковой сюжет. То есть такой сюжет, который идёт параллельно с основным повествованием и который сам по себе тоже достаточно интересный. И вот в истории Татьяны и Владимира тоже есть боковик. Касается он Мавриди. Когда в доме у доброго человека Мавриди произвели обыск, там обнаружили живого пленника, пожилого мужчину, которым оказался известный адвокат Алексей Завгородний, очень богатый человек, который имел славу адвоката дьявола, потому что брался за защиту сомнительных клиентов, например, киллера Александра Солоника. Выяснилось, что Мавриди удерживал его у себя в доме на протяжении двух лет. Если кратко, Александр Мавриди организовал преступную группировку и вместе с сообщниками заманил юриста в свой дом, где насильно удерживал, наносил побои и требовал переписать недвижимость на участников группы. Ну и за два года адвокат переписал договоры купли-продажи и три его квартиры в Москве общей стоимостью более 55 миллионов рублей перешли участникам ОПГ. Почему Мавриди убил Маругова, пронзил стрелой? Следствие отрабатывало несколько версий. Но основная версия на сегодня, а сегодня у нас 15 октября 2021 года, это личное неприязненное отношение с убитым. Так, вот как считает следствие. Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена, у них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за её судьбу. В тот период между Маруговыми шёл судебный процесс по разделу совместного имущества, и в случае проигрыша женщина могла потерять всю недвижимость, заявил замруководителя Первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главкоследственного комитета Руслан Юсупов. Да, Мавриди умеет не только чинить канализацию. Он отбирает квартиры, берёт людей в заложники, может убивать, разыгрывать из себя психбольного, может даже сбежать из тюрьмы и больше месяца скрываться. А вот сможет ли он выдать своих заказчиков? Это вопрос. Татьяна неожиданно остро восприняла гибель бывшего супруга как свою личную утрату. Это странно, ведь они были в разводе 7 лет, и эти годы были наполнены, ну, мягко говоря, не очень приятными событиями, драматическими разборками. Но, тем не менее, Татьяна скорбит искренне. «Прошу у всех молитв о упокоении новоприставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов. Буду блокировать. Прошу только молитв о упокоении моего мужа и сына». Поделилась Татьяна у себя в Инстаграм, опубликовав этот семейный снимок, сделанный много-много лет назад. Именно она занималась организацией похорон, и вопреки воле Сабины, которая хотела кремировать Владимира, Татьяна распорядилась, чтобы его похоронили по православному обычаю, предав земле, рядом с сыном, чтобы, по её словам, сын не был одинок. Перед погребением она всю ночь простояла возле гроба Владимира, читая молитвы. Именно Татьяна, а не Сабина, принимала соболезнования, именно Татьяна вела себя как вдова. Да, на похоронах колбасного короля встретились его обе жены, бывшая и гражданская. «И разговор у нас состоялся», — говорит Татьяна. «Мы оказались с ней около гроба вдвоём. Я ей сказала, прощаю вас за всё зло, что вы причинили нашей семье». Сабина ответила, что она не хочет разговаривать с Татьяной. «Я не разговариваю, я прощаю». И его тоже прощаю. Когда я писала план к этому видео, тезисы, то в этом месте я отложила компьютер и походила по комнате. Я ходила из угла в угол, хрустела пальцами и пыталась сама в себе разобраться, что я думаю по этому поводу, как я к этому отношусь. Вот меня спрашивают, да, почему ты всё время снимаешь про Россию, да про Россию, вы что, в Польше нет таких историй или в Турции? Ну, про Турцию я не знаю, а в Польше нет, честное слово, нет. Польша — это маленькая и скучноватая страна. Там ничего такого не происходит. Может, потому, что там нет королей колбасных, биодобавочных, эстрадных, фармацевтических и так далее. Вы понимаете, вот Татьяна, жена короля, она жила как будто в таком хрустальном шаре. Она не знала, что муж её плохой человек. А Маругов, да, он не вёл свои дела так, как ведут их те же самые хозяева австрийских и немецких колбасных заводиков частных. Там каждый день приходят на работу, моют руки, здороваются с сотрудниками, потом надевают вот этот вот белый халатик и идут в цеха проверять, как там производят сосиски, сардельки, салями. С прибыли платят налоги, вот из месяца в месяц, из года в год. Всё обыденно и монотонно, одинаково. Никакой романтики, никто никого не кидает, потому что не положено. А состарившись, передают производство сыновьям, а свою фотографию в рамочке вешают на стену, где уже висят фотографии отцов, дедушек и прадедушек. Большие деньги не возникают из ниоткуда. Если ты кидаешь людей, проводишь схемы, ведёшь себя непорядочно, то ну построй хоть 10 храмов, но всё равно ты чище от этого не станешь. Да, Татьяна говорила своему королю, что нужно делиться, помогать ближнему. Она даже своим ненатруженным пальчиком показывала, кому именно нужно помочь. Она не думала, откуда деньги. Она думала о рифмах, о сохранении чистоты русского языка, о квантовом переходе. А деньги просто были. И вот когда появилась реальная возможность их лишиться, вот только тогда Татьяна вспомнила, что она тоже земной человек, и что деньги важны, и что без них плохо. И тогда, да, её осенило, что муж-то непорядочный. Но тем не менее отказываться от собственности, которая была нажита непорядочным способом, Татьяна не стала. Не будет фотографий на стенах колбасного завода. Вместо них общая могила отца и сына. А в феврале умер и Александр Беленький, которому Татьяна должна была несколько миллионов долларов. Да, жизнь — это шахматная партия, как когда-то сказала Татьяна. То и дело убираются фигуры с шахматной доски. Считаю себя большой грешницей. В страданиях есть очищение. Буду жить свою жизнь так, чтобы попасть в Царствие Божие и встретиться там с сыном. Татьяна верует, молится и всех прощает. Интересно, простит ли она Мавриди? Дом, одиночество провальное, и только Бог со мной наедине. Глазами смотрит глубоко печальными, как будто что-то знает обо мне. Да, я привыкла, так уж в жизни вышла. Живу и не ропщу, зачем роптать? Там, где Любовь, всегда живёт Всевышний, там злу никто не даст повелевать. Я только жду чего-то, как-то жду Освобожденьяль, смерти и львенца. Печален век, и я одна иду Туда, где нет начала и конца. Что хочется сказать, закрывая эту историю? Ну, прописные истины. Богатые тоже плачут, богатые тоже платят. Человек сделан из кожи и костей, ему не чужды страсти. Некоторые по зову страстей сворачивают на кривую дорогу, путаются в деньгах и теряют совесть, как Владимир. Некоторые защищают дьявола, как завгородний. Некоторые, как Сабина, удирают, сверкая пятками от лежащего в крови мужа. Некоторые, как Мавриди, становятся убийцами и преступниками. И даже святая Татьяна, слишком святая, как каша, слегка подпорченная маслом. И только 25-летний и подиакон Александр. Редкое исключение, не похож на остальных. Может, потому и ушёл из мира живых так рано. А впрочем, кто я такая, чтобы судить? Спасибо вам. И простите, если что не так. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. И всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова